всем привет из израиля ребята извините за такое вот начало очень яркое солнце а я без очков вышла на прогулку и вот решила вам снять видео сейчас покажу сколько людей у нас сегодня на прогулке сегодня пятница утром прям такое чувство что весь израиль на беговых дорожках а поговорить я хочу с вами сегодня такая злободневная тема дорого ли жить в израиле причем эту тему как бы дали вы мне как-то раз я снимала видео и не встретила одну такую красивую пару и вот лена привет если смотришь меня и вот муж спросил вернее как вот правда же доро израиль очень дорогая страна и в израиле очень дорого жить и у меня как бы знаете такие сразу дворики и чувства что ответить и я помню мы вроде бы как бы ушли от темы на другую тему и как бы потом уже я задумалась над этим вопросом и думаю ну действительно дорого или недорого жить в израиле и скорее всего вам также это будет интересно и хотелось бы чтобы свое мнение вы также высказались комментарии огромное вам спасибо что пишите свое мнение свои советы потому что видео смотрят многие читают комментарии много это очень полезно как говорится да голова хорошо для лучше поэтому спасибо вам что пишите активничайте в комментариях ну а я сейчас начну рассуждать как говорится со своей колокольни сейчас только камеру переверну вот такие типа мини фонтанчики птички гуляют там вдалеке альбатрос огромный хочу поближе подойти у него там улетел такой размах крыльев огромный вот он полетел смотрите жалко улетел я кажется гриб нашла вот он ребята посмотрите что делается сколько людей сильно не буду снимать потому что не очень удобно но это вообще это жесть весь израиль на прогулке дорого или недорого вот в чем вопрос вообще когда мы приехали израиля в израиль с первого взгляда немножко такое предисловие когда вышли с рапа самолета то конечно же мы влюбились в израиль и как нам говорили что извиняюсь поиск слышно не слышно не знаю меня как нам говорили что у вас скоро пройдет эта эйфория розовые очки слетят и вы увидите настоящий израиль со всеми его минусами но вот по истечении уже восемь лет как видите я не перестаю восхищаться израилем очень его люблю и считаю что это одна из лучших стран который отдает своим людям разные возможности несмотря на то что здесь тоже хватает куча проблем и вот как бы дорого или недорого да это самое основное для всех вопрос наверное когда ты едешь в ту или иную страну как же жить и на что жить и вот когда мы приехали естественно у нас было одно пособие на двоих не помню сколько уже 4 800 5 800 или 5000 что-то такое которое давалось на полгода и далее уже следующие полгода обычно они самые сложные если ты не находишь работу то это конечно очень тяжело и не знаешь на что выживать и жить поэтому как можно быстрее нужно найти работу так смачно кто-то прошел и вот первое время когда мы жили на пособие вы знаете не могу сказать что мы бедствовали нам хватало на все основная статья расходов это естественно съем жилья если разумно к этому подойти то найти квартиру может быть небольших размеров может быть более подешевле район но опять же смотря что вам нужно мы искали вот допустим чтобы район был нормальный недалеко от ульпана но чтобы квартира была небольшая можно наоборот снять в районе похуже но квартиру побольше то есть тут у каждого свои потребности запросы тут уже все индивидуально и вот основная статья расходов это естественно съем жилья далее идут коммуналка но коммуналка на мой взгляд все таки не такая дорогая в израиле надо гораздо доступнее чем россии вот как я хочу сказать то есть судя к зарплатам все таки в россии на данный момент я считаю что очень дорогая коммуналка и у нас она как-то более полояль не хотят уже опять последнее время были подъемы после коммуналки естественно это идет питание большая статья расходов это идет питание и вот так же мы первое время когда были подходили к этому вопросу таким образом что мы ходили раз в неделю так глобально закупались на неделю и это было более так разумно а среди недели покупали только самое необходимое допустим если хлеб закончился молоко там яйца такие вот продукты и вы знаете это было намного лучше чем сейчас как-то по безалаберным уходим можно сказать ничего не покупаешь а деньги уходят вот как-то так поэтому если урегулировать свои покупки правильно подойти к этому уходить в магазин допустим не на пустой желудок ходить со списком они без списка хаотично ну то есть вот такие вот хорошие примеры и хорошие советы можно найти в интернете очень много сейчас вот и вот то что у нас оставалось это естественно там развлечения одежда покупки мы даже отправляли посылку посылки своим родственникам в россию первую посылку мы собирали почти полгода но мы ее собрали отправили и вот одежда одежду тоже покупали не могу сказать что так часто и конечно же магазины наверное были немного другие как сейчас я хочу вам показать вот ту часть тельшикмона холм там вообще очень красиво и сейчас дойду я думаю не закончится видео пока туда дойду но посмотрите вот как красиво какая красота сейчас все в цвету вот ну то есть не было такого чтобы мы уходили в минус нам не хватало денег что касается сейчас опять же и те кто уже проживает наверное достаточно давно дорого или недорого легче тем у кого свои выкупленные квартиры те кто допустим приехал деньгами купил сразу же или те кто уже выплатил мошканту ипотеку там конечно попроще то есть уходит это основная статья расходов вот потому что тех у кого нету выкупленной квартиры то либо платят ипотеку мошканту на иврите либо снимают жилье с хирут и сейчас последнее время поднялось и то и другое что поднялось аренда квартиры и также поднялась ипотека связи с тем что подняли проценты в банке все это ощутимо то есть люди реально ощущают как добрали ипотеку допустим была одна сумма и сейчас то есть в разы увеличиваются платежи также как и аренда жилья тоже поднимают постоянно эти платежи вот так же остается статья расходов это коммуналка здесь идет арнона потом свет вода газ у кого-то газа нет потому что не все квартиры газифицированы и там уже стоят электрические плиты и также ну как бы ну в личном если из личного опыта у нас небольшая коммуналка поэтому я не могу сказать что там очень большие траты вот арнона у нас меньше 600 шекелей идет свет у нас много большой идет расход летом когда мы включаем кондиционер мозгом тогда уже идут такие большие траты зимой у нас как-то мы меньше включая нас квартира такая не сильно холодная поэтому мы меньше пользуемся а вот такие месяца как август сентябрь полностью и часть июля и часть октября захватывает тогда счета приходят с электричеством побольше я думаю других также делитесь в комментариях как у вас вот это тоже такая вот статья расходов коммуналка естественно питание вот по питанию сказала что много уходит денег и последнее время также продукты у нас также заметно дорожают это очень сильно ощутимо но хватает или не хватает вот вы знаете как бы я не задумывалась о том что хватит или не хватит как-то хватает на все и мясные продукты и овощи и фрукты все равно несмотря на то что цены поднимают но овощи и фрукты здесь все равно они доступны и ну и как бы мясо также доступно сильно подорожала рыба соломон либо правильно назвать соломон это семга наверное правильно или форель как она называется вот очень сильно подорожала за эти восемь лет как другая рыба не знаю овощи и фрукты также подорожали очень сильно заметно ну то что я уже повторяюсь все равно это все доступно проживая в израиле если работать опять же делаю оговорку я сейчас подведу к тому что дорого или недорого такое у меня длинное предисловие что еще у нас идет статья расходов идет развлечения дальше вот то что остается у вас от основного это одежда развлечения в целом как говорят шопинг в израиле это очень дорого не соглашусь на сто процентов потому что дан новая коллекция это очень дорого в этом согласна и заметно цены также выросли по сравнению с тем как мы приехали и как сейчас те же за романга основные куда я хожу american eagle основные магазины где я бываю чиндем марки которые вы все знаете скажем так и они наверное везде такие более менее популярные но в израиле есть такое слово конец сезона когда шикарнейшие скидки шикарнейшие распродажи не раз показывал на своем каналом посмотрите сколько раз показывала аутлеты да и так вот каньоны показывала тоже конец сезона распродажи какие идут в каньонах каньоны это торговые центры в израиле тоже посмотрите то есть здесь очень также хорошие скидки я сейчас немножко прервусь хочу пройти уже показать вам более менее такое интересное и я продолжу не знаю может быть делаю вставочки чтобы не совсем такая была картинка одного вида посмотрим просто хочу пройти в ту сторону и потом назад может быть вернуться или сделать круг обойти на мысль приходит сразу же почему-то песня в поле русское поле не знаю почему посмотрите какая красота вот поэтому я выбрала это время это место чтоб записать вам видео я продолжаю ребята отвлеклась на природу очень красиво очень много людей отдыхает как вы уже увидели кто-то идет кто-то просто сидит на берегу смотрит на море море очень много лодок и природа все и птиц много ворона много в общем все цветет благоухает у нас а я продолжаю осталась последняя статья расходы это это развлечение и одежда и конечно же в израиле также очень доступен шоппинг а если подходить к нему с умом покупать одежду в конце сезона в аутлетах желательно потому что в аутлетах в разы ниже цены и та же самая одежда ну конечно с опозданием с небольшим скажем так ну те кто модники тем конечно посложнее пусть покупают в начале сезона это конечно намного дороже что касается ресторанов кафе своего опыта мы также ходим выходим иногда но я не могу сказать что эта статья расходов у нас очень большая ну один-два раза в месяц мы выходим не чаще ребята может быть она бы позволяла но не всегда есть время потому что у меня у меня допустим еще съемка идет ну в общем мы ходим по ресторанам и по кафе не так часто кто-то может быть почаще так пишите в комментариях ну здесь это скажем так это доступно тоже но израильские рестораны тоже отличаются где-то подороже где-то подешевле не могу сказать что очень дорого по сравнению там с другим понятно что вы допустим вы приезжали в прагу там в разы цены конечно же сравнить израильские и в праге это небо и земля но у нас еще чем хорошо что у нас огромные огромные порции в израиле поэтому когда мы приехали нам еще давали такой совет приходите в израиль берите одну порцию на двоих и вам вполне хватит покушать и посидеть нормально и типа в ресторане посидели поели не объялись то есть и полезно и не так дорого выходит вот поэтому может быть кому-то это будет полезно воспользуйтесь этой рекомендацией потому что порции действительно большие редко где они бывают маленькие в израиле вот такие вот основные статьи расхода но естественно прогулки всевозможные музеи выставки также где-то есть подороже билет где-то есть подешевле билет но чем здесь хорошо допустим развлекаловки для детей вот эти вот платные детские площадки либо вот в тель-авиве мы ни разу не были но там тоже есть все все эти вот карусели где аттракционы да дорого но ты платишь ты заходишь это целый день можешь там проводить время то есть нет ограничения что допустим за каждую карусель нужно платить там ты заплатил зашел и целый день ты там тусуешься вот как то так поэтому допустим позволить себе такое тоже это возможно но теперь в целом по зарплатам я не буду говорить про одиночек мне вот искренне жаль кто приезжает один в израиль человек это вот ну реально это надо работать работать и работать потому что если нет вас дополнительного дохода там мама папа кто-то помогает и вы только один или одна то конечно будет намного тяжелее то есть если вы не работаете то делать тут нечего потому что жилье дорогое как бы жить и содержать себя надо и это только вам может дать работа вот что касается семейных естественно опять же все зависит от того сколько человек семье работает и вот подходя к этому в израиле можно жить нормально хорошо когда работают оба в семье неважно с детьми без детей но без детей понятно что это намного легче вот если вы работаете вдвоем то даже по минимуму минимум 5 200 или 5 300 все время забываю или 5 400 в израиле даже вот на двоих смотрите если даже минимум вы будете получать у вас будет получаться больше десяти тысяч ну пусть даже десятка мы округлим в среднем мы берем допустим север хайфа но в среднем вы снимаете квартиру три тысячи у вас остается семь тысяч вот из них нужно распределить еду коммуналку и остальное остается вам здесь даже можно вот если с умом подходить у вас даже может остаться и из нашего опыта у нас на продукты в среднем уходит не буду брать праздники но у нас уходит меньше двух тысяч плюс минус когда бывает ну где-то около двух от 1400 до двух тысяч в праздники уходит намного больше не знаю как у вас делитесь в комментариях дело в том что я очень на протяжении очень очень большого времени я веду книгу дебет крепит расходы доходы поэтому это очень сильно помогает кому интересно можете посмотреть в интернетах тоже очень много полезных советов мы когда кстати приехали в израиль первое что я стала искать в интернете как здесь жить и мне попадались видео именно доходы расходы как ввести вот эту расходную книгу какие статьи записывать здесь все индивидуально но я к тому моменту уже все это писала все эти расходы доходы и это реально помогает то есть ты видишь где ты перетратился где нужно немножко подужаться где нужно можно под расслабиться и это помогает вот поэтому воспользуйтесь кому это будет интересно пока снимаю бабочку тут мужчина говорит анахном димбы салон посмотри мы находимся в салоне здесь был омон здесь был дворец и вот мы находимся сейчас в салоне дворца действительно смотрите старая плитка старинная вернее плитка мрамор мне приходится постоянно прерываться идут люди поэтому не очень удобно и поэтому из извиняюсь если у меня идет неровная съемка с прерывами и вот у вас остается 7000 из этих 7000 у вас идут продукты коммуналка и развлечения одежда поэтому также если сумму распределить ну может хватить конечно по скромному будет но хватит но опять же в израиле как правило ну минимум получает если вдвоем работать очень мало где минимум получает муж и жена все равно это мужчина обычно больше получает но для кого не секрет вот женщины поменьше но опять же бывает и наоборот поэтому выходит конечно больше 10 тысяч если у вас работать как бы особенно если у вас нормальная хорошая работа то тогда конечно у вас будет хватать на все и будет вы будете сможете и путешествовать здесь как видите очень часто люди путешествуют причем путешествуют часто за границу и за границу кстати путешествовать гораздо дешевле выходит что многие улетают наоборот из израиля особенно на праздники вот сейчас вот будет песах и в том году вот мы как раз прошлом году на песах ездили в орданию и заехали в эллад и я всю сетовала говорю говорю надо же песах а в элладе пусто и в это время как раз вот ходил мем у нас по израилю что творится в аэропорту бенгуриона потому что бенгурион был переполнен все летели за границу в это время потому что дешевле отдыхать в каких в других странах чем в израиле к сожалению да это это такое здесь есть вот и если у вас хорошие зарплаты то естественно вам хватит и платить кредиты мошканты хватит на расходы продукты одежда подарки и также хватит на путешествия но опять же я повторяюсь если вы работаете вдвоем и если у вас работ работа больше прожиточного минимума тогда будет ну не то что вы сводите концы с концами считаете а у вас будет как бы нормально все на все будет хватать я не боюсь собак поэтому спокойно реагирую на них вообще когда бегут собаки не машите руками просто станьте ровно но постарайтесь закрыть конечно же лицо или те части которые наиболее важны для вас вот и в большинстве своем у меня было сколько раз случаев собака обычно подбегала и вставала либо самое большое что она могла вот как бы даже у меня было такое что кавказец подбежал ко мне и лапами как на плечо и он меня не тронул потому что я стояла как вкопанная ребята постоянно отвлекаясь потому что ну живая тут картинка все чудесная прекрасная природа это здорово у нас в израиле многие любят эту же природу и вот как вы уже поняли я надеюсь я ответила на вас на ваш вопрос я считаю что страна израиль несмотря на то что цены здесь очень сильно выросли в последнее время и нас это тоже не радует но все-таки я считаю что израиль она доступна если здесь работать вот и ну не важно у кого-то получилось кто-то смог получить себе работу своей мечты получить образование подтвердить дипломы то есть разные ситуации кто-то не смог и работает на простых работах но опять же получает достойные деньги в израиле кстати не считается какая-либо работа такой вот недостойной по сравнению с россией все время я помню что вот там кто-то по образованию где ты устроился все здесь как-то вот оно более сглаженное потому что сюда приезжает страна репатриантов до приезжают с разными регалиями вот сколько было случаях тоже мне рассказывали на каком-то предприятии вот рассказывал что работал мужчина уже так у взрослом возрасте там в россии он там то ли был профессором то ли кем а здесь работает на заводе то есть ну вот такие вот разные ситуации бывают но несмотря на это люди остаются людьми остаются интересными людьми вот и никто в этом тебя здесь не ткнет и не попрекнет опять же все зависит конечно того что нравится вам или не нравится ну здесь если работая то реально жить можно и жить можно очень хорошо и покупать брать мошканты и снимать квартиры и ездить путешествие и покупать одежду и делать подарки все это возможно я хочу чтобы вы послушали эту тишину закончить видео я хочу вот в таком вот желтом неровашковом желтом поле ну что мои хорошие надеюсь я ответила на вопрос дорого или недорого жить в израиле если у вас другое мнение пишите в комментариях будет интересно нам всем почитать пишите свои советы они как всегда у вас полезны и с удовольствием читаю их не только я одна всех благодарю за просмотр и пусть в вашей жизни не всегда на все всего хватает пока пока увидимся в следующих видео а а Субтитры создавал DimaTorzok